Добрый день дорогие друзья сегодня мы снова на кухне и мы будем сегодня готовить хлеб в хлебопечке панасоник я еще и называю способ приготовления хлеб для ленивых но с другой стороны чем он удобен то что не надо ни о чем думать ничего считать положил все ингредиенты в емкость включил хлебопечку и забыл обо всем итак начинаю мы сегодня будем готовить хлеб яичный большую буханку это порядка килограмма она будет весить для этого мы взяли следующие ингредиенты я просеял пшеничную муку 600 грамм нам потребуется также полторы чайных ложки соли полторы столовых ложки сахара два яйца две с половиной ложки сливочного масла 270 грамм воды для этого мы все ингредиенты сейчас поместим вот в эту емкость от хлебопечки совсем забыл нам еще необходимо две с половиной ложки сухого молока мы положили все ингредиенты в емкость и эту емкость поместили в хлебопечку хочу вам сказать о том что данный сорт хлеба является но калорийным поэтому мы уготовим не для себя а для внука поскольку нам уже такие сорта хлеба есть как бы немножко излишне мы закрыли верхнюю крышку и теперь мы помещаем в емкость для дрожжей 2 чайные ложки дрожжей немного просыпается ничего мы почистим в общем то вот наверно это и есть две чайные ложки дрожжей мы включили наш хлебопечку в сеть выбрали меню номер один поставили размер буханки xl это самый большой килограммовый значит цвет корочки у нас получается средний этот процесс приготовления как вы видите будет продолжаться 4 часа и теперь моргает кнопка старт чтобы мы ее нажали все процесс пошел еще я хочу сказать вам что ранее я когда говорю вам о количестве ингредиентов я оговорился там количество соли и сахара надо не полторы а две с половиной количество допустим соль нужно не полторы чайной ложки а две с половиной чайной ложки и сахара надо не полторы столовые ложки а две с половиной столовые ложки теперь мы ждем вы видите что процесс выстаивания закончился и начал процесс начался процесс замеса мы сейчас приподнимем крышку и посмотрим что там происходит мы видим на табло что процесс выстаивания закончился процесс замеса закончился и теперь идет процесс подъема откроем крышку и посмотрим что происходит в емкости вот наше тесто прекрасно вымешано теперь она будет подниматься ждем прошло числе 4 часа вот мы слышим сигналы выключаем хлебопечку открываем крышку и смотрим такое чудо сейчас я вытащу форму с хлебом выложу его на решетку накрою полотенцем дам остыть и потом разрежу хлеб и все вам покажу я выложил хлеб из формы на решетку сейчас его накрою полотенцем дам остыть чтобы из него вышла вышла вся влага после этого я отрежу кусочек и покажу вам что делает хлебопечка панасоник вот дорогие мои друзья что получилось я отрезал кусок хлеба но буханка еще до конца не остыла но тем не менее вы видите что продукт соответствует наверное всем требованиям теперь я хотел бы вам сказать следующее все кто досмотрел это видео до конца ставьте лайки если вам не понравилось мое видео поставьте поставьте дизлайки и подписывайтесь на канал всего вам доброго до свидания до новых встреч и и и и и и и и и